Строители уже заложили фундамент и завершили цокольный этаж. На стройплощадке Советская 41 будет двухподъездный крупнопанельный жилой дом на 59 квартир. Все работы ведутся с учетом сейсмической обстановки. Специальные конструкции позволят зданию выдержать подземные толчки до 8 баллов по шкале Рифтера. Дом будет оснащен приборами учета теплой электроэнергии, горячей и холодной воды. Свободный двор, достаточно парковочных мест, детский сад, магазины в шаговой доступности. Беловчан обеспечат всем необходимым. Сдача дома запланирована на декабрь этого года. Еще один жилой дом двухсекционный, трехподъездный, девятиэтажный на 80 квартир будет построен в третьем микрорайоне в квартале Сосновый. Здесь уже подготовлен котлован. Все квартиры предназначены. Это категории участников Великой Отечественной войны. Это категории, которые получают после землетрясения 19 июня прошедшего года. Это у нас категории, которые подпали под подработанные территории своих домов. Гордостью городских властей станет современный детский сад «Ласточка» на 240 мест. В просторном кирпичном здании разместятся игровые комнаты, залы для занятий танцами, спортом. Будет даже бассейн. В планах строителей завершить все работы к первому сентября. Для молодого, развивающегося третьего микрорайона этот объект очень важен. Актуален более чем, потому что это именно молодой микрорайон, очень много молодых семей, поэтому очень много детей и рожают, и слава богу, появляются у нас ребятишки, которым этот садик необходим. Застройка города, в том числе и третьего микрорайона, ведется по генплану. И жилые дома, и будущий детский сад – это лишь часть масштабной программы. У нас разработан генплан до 26-го года, который позволяет нам работать много и со временем. Предусматривается в третьем у нас, допустим, микрорайоне строительство роддома недалеко от квартала Сосновой, строительство детской музыкальной школы, строительство данного детского садика и еще некоторых объектов инфраструктуры. Журналисты также увидели, как проводится капитальная реконструкция стадиона «Металлург». Это будет многофункциональная площадка, которая объединит футбольное поле, беговые и велосипедные дорожки, а также спортивные и легкоатлетические залы. Будут еще спортивные площадки. У нас будет, коль летом у нас волейбол пляжный, будет из песка большая площадка. Здесь родители могут приходить с детьми кататься на велосипедах, на скейтах. В общем, у нас будет по периметру больше 500 метров. Сейчас на стадионе ведутся земляные работы. Укладывается водонепроницаемая мембрана, монтируется дренажная система, которая защитит поле от грунтовых и талых вод. Строители обещают завершить все работы ко дню шахтера.